Самый младший среди нас Степка. Когда Тимофея упекли на каторгу, ему было всего два года с хвостиком. Тимофей вернулся после революции хилом, я тебе рассказывал. Так матушка его травами отпоила, на ноги поставила. Отца у нас тогда уже не было, сестры замуж повыходили, Ганьку убили. Вчетвером жили, матушка, Тимофей, я и Степка. Лошаденку завели. Тимошка на ней промышлял, я на электролитный приспособился. Степка в школу бед. В один осенний день мы Степку-то потеряли. Ждем-пождем, и школа его нету. Вечер на дворе, его нету. Забеспокоились, к соседям постучались, у кого детишки вместе с нашим учились. Не был, говорят, сегодня Степка в школе. Как это не был? А где же он тогда? Ночью глаз не замкнули, все гадали. Что могло с ним приключиться? Тихий он у нас, книжки любит читать, хлебом не кормит. А книжку дай. В хулиганстве никогда замечен не был. Утром чуть свет, матушка к милиционеру побежала. К участковому нашему обсказала все. Милиционер-то свой был из рабочих. Неужто худые люди объявились? Матушка с горя в постель слегла. Приходит к нам знакомый железнодорожник с батей нашим когда-то Робби. Дома Тимошка был, да я. Железнодорожник и говорит. Что я хочу сказать-то, Иваныч? Видел я твоего брательника. На станции околачивался. Ранец еще у него за спиной деревянный. Ну как же, сам ему и смастерил. По моему разумению, удрал он куда-то, ей-богу. Возле пассажирского крутился. Поезд ушел, и Степки не стало. Я еще подивился, а тут слышу, сгинул Степка. Месяц миновал, год прошел. А Степке ни слуху, ни духу. И милиция руками развела. Ничего поделать не можем. Живой или неживой наш Степка, тоже не знаю. Горько, но свыклись с мыслью, нет у нас больше Степки. Мне пора жениться приспело. Мы с женой, с нынешней-то моей старухой, на верхнем заводе сруб купили. Домик из него скатали. В нем и живем до сей поры. Тимофей остался с матушкой. У него свои пацаны росли. Так что хлопот ему хватало. Про Степку вспоминали реже и реже. Даже матушка и та горевала о нем уже без слез. Пролетело, значит, десять лет, а то и больше. Как-то в августе, это хорошо помню, потому что мы только-только на Покосе отстрадовались, с Нижнего племяш прибегает. Тимошкин старшой говорит, дядь Вань, айда к нам, тядька велел. Чего стряслось-то? Велел, дядь Вань. Вечно у них какие-то тайны. Тимошка после каторги вообще смурной стал. Слово порой колещами не вытащишь. Сынишка, видать, тоже в батюх удался. Зовет, значит, идти надо. Зря звать не будет. Прихожу в отцовский дом, а там дым коромыслом. Чего-то жарят, парят. Тимофей в праздничной рубахе под хмельком уже. Это в честь чего они? Вроде и праздников вблизи не предвиделось. Обнимает меня Тимошка за плечи, ведет в горницу и говорит, гляди, кто к нам приехал. Сидит в красном углу молодой парень при галстуке, улыбается во весь рот. Еле узнал в нем Степку. И узнал-то потому, что волосы у него непокорные. На макушке всегда дыбком стоят. Он их и примачивал, и примаживал, а они все равно петушком-то поршатся. Обнялись мы, понятное дело, прослезились на радостях. Я и спрашиваю, Степ, у тебя совесть есть? Думаю, что да. Какого ж тогда дьявола столько лет даже весточку не прислал? Мы ж тебя за упокой поминали. Ну, это длинная история. Уж куда, как длинная и некрасивая. Знаешь, матушка-то скольцелез из-за тебя выпукала. Собрать вместе у тебя капиталов не хватит, чтоб сполна оплатить их. Где пропадал-то? Степка и рассказал. Осенью 23-го, как известно, Ленин заболел. Степка Вишли сам наблюдал, как матушка Тимофея на ноги травами поставила. Вот он и решил эти травы в Москву отвезти. Собрался в школу, а сам потихонечку на чердак, где травы сушились. Учебники в корзину, вранец траву и Айда на вокзал. Добрался до Самары, там его приметили и сгребли из поезда-то. Кто такой? Куда едешь? Зачем? Степка молчок. Заглянули вранец сушеная трава. Это еще зачем? Зачем Степка молчок? Где твой дом? Родители. Откидыва ты. Степка опять же ни слова. Приняли за беспризорника и определили в детский дом. Хотел бежать, да сразу-то не сумел. А потом привык. Даже понравилось. Так там и остался. Учился, среднюю школу одолел. В институт, понимаешь, подался. На конструктора выучился. На работу попросился в Челябинск, поближе к дому. Его на тракторной определили. Женился, небось? Нет, Ваня. Не успел еще. Это от меня не уйдет. Матушка с воскресшего сына. Глаз не спускала. Шутка сказать, похоронила уже. А он через столько-то лет живехоньким объявился, да еще ученым. В нашей семье Тимошка читать мог, да расписываться каракулями. Ну, я малость поднаторил. Матушка совсем неграмотная была. А тут инженер. Матушка-то, по-моему, так и не поняла, что это за чудо такое. Конструктор. Стал Степка трудиться на тракторном. Редко домой приезжал. Я и не помню, сколько раз наведывался, но мало. На похороны Тимофея приезжал. Это когда старшего брательника лисиной пришибло. Мы со Степкой поговорить не успели. Что-то он торопился шибко. А тут война. Я с завода, почитай, выбраться не мог. Прямо там и спал. Это так называли на казарменном положении. Отпустят иногда на часок-другой. Бегу со старухой повидаться. Семки гостинцев несу. Он тогда в школу бегал. А жили-то в Проговы. В сорок третьем зовут меня к самому директору. И тот совсем негаданно расщедрился. Бери, говорит Иваныч, два дня отдыху. За какие же грехи, спрашиваю. А за такие, отвечает директор. Глянь в окно. Видишь, М-ка, легковушка, стоит. Вижу, не слепой. За тобой пришла. У меня и настроение упало. За мной? Что это такое? За что такая честь? Может, упрятать хотят? Время военное, суровое. Но за что? Что я такого сделал? Не, говорю, товарищ директор. Тут какая-то ошибка. Эта легковушка не за мной. У меня и знакомых-то нет, которые бы вот так разъезжали. Иди, иди, как малое дитё уговаривает меня директор. Рассказал два дня отдыху. Значит, так надо. Пошёл я, а на душе смутно-смутно. Даже в коленках дрожь. Главное, не пойму, за что же мне такая милость. Все остались на местах. А ведь не хуже меня. А мне такая честь. А другим нет. Что-то тут неспроста. Подхожу, значит, к эмке. А за баранкой сержант сидит, ждёт. Увидел меня, выскочил из машины и спрашивает. Товарищ сырейщиков. Он самый. Садитесь. Приказано доставить. И доставил меня, понимаешь, к матушке. Вот чей дом. Тут и без езды обойтись было легко. От завода пешком пять минут ходу. Матушка от радости сияет. Невестка Тимошкина покойного жена. Тоже весёлая. Старший сын её, мой племяш, на войне был младший в ремесленном училище. Гляжу, Стёпка. Сильно посидел. А на макушке петушок всё равно хорохорится. Я его старше, а у меня седых-то не было. У него же изморозь по голове. Расцеловались. А на столе чего только нет. По военным-то временам невиданное богатство. И коньяк тебе, и рыба всякая, и консервы. И лимон, понимаешь. Я даже забыл, как он и пахнет. Эгги, я смекаю. Не иначе Стёпка шишка большая. Ты ещё автомобиль имеешь. Ты кто такой теперь? Спрашиваю. А что? Глаза-то смеются, а сам ладонью петушка на макушке приглаживает. Да ничего, шику, говорю, шибко много. Чего особенного? Глаза настырные, начальственные. У нас ведь сегодня с тобой праздник. Какой такой праздник? Здорово живёшь. Да ведь сегодня матушке семьдесят. Я себя полбу ладонью и стукнул. Надо же. Стёпка вспомнил, а я нет. Стёпка вон какое диво навёз. А я даже не поздравил матушку. Извини, говорю, маманя. Досадная промашка. Поздравляю. Сели за стол, выпили за матушки на долголетие. Пожевали всякой Стёпкиной закуски. Я и спрашиваю брательника. Шишка-то, видать, заметная. Какая же? Знаешь, Иван, длинный рассказ и не за рюмкой. Давай потом, а? Потом, так потом, обиделся я. Только чего же от меня крыться? Я же не чужак какой. Ты что, генерал, наверное? Около того. На тракторном? На Кировском? Ну, тебя к шуту. Чего ты со мной в бирюльке играешь? Танки, что ли, делаешь? Танки. Кем будешь-то? Конструктором. Ладно, давай выпьем за твои танки и за мою медь. И ещё, чтобы наш племяш жив-здоров вернулся с победой, само собой. И чтобы война скорее кончилась, будь она проклята. Когда уезжал Стёпка, форму-то военную надел. Я и ахнул. Ослеп от орденов-то. После войны, лет так шесть-семь спустя, в отпуск приезжал. Матушки уже не было, померла. Младший Тимошкин сын дом отцовский продал и в Сибирь укатил. Старший в Белоруссии корни пустил. Воевал там в партизанах. Ну и приглядел себе местную красавицу. Стёпка ко мне и завалился. С чемоданчиком в сереньком невидном костюмчике, плащ через руку. Совсем седой стал, а петушок на макушке, хотя и посидел, но не угомонится. В июле было дело. Приехал и насмешливо щурится. Ночевать пустишь, Иван? А чего? Тоже щурюсь. Задаток дашь, оставайся. Какой задаток? Хош, танк подарю. Куда мне его? В сарайке корова стоит. Огород пахать на нём не будешь? Всё одно хлеба, воды не просит. Бери, бери. Вытаскивает из чемоданчика игрушечный. Но как настоящий танк с пушкой прямо. И отдаёт мне. Спасибо, говорю, утешил. Потом тёпка и спрашивает. Синовал у тебя подходящий? Вполне. Посели меня там. Да ты что, в уме? Посели, Иван, Христом Богом прошу. Меня на Чёрное море звали. В голубые края. Я же на Синовале захотел поспать. Знаешь, как захотел? Ни на что смотреть не хочу. Тебе не понять. Жить хочу на Синовале, отдыхать на озере. Ты всегда можешь, а я нет. Слышу вам, возьми меня в подручную. Не возьму. Это почему же? Руки у тебя нежные. Это раз. А у нас медь дело тяжёлое. И голова Дадина не для подручного. Это два. Но на Синобал-то пустишь. Смех смехом, а Стёпка постарел. Вот в родные места его и потянуло. Намекнул с женой хотя бы познакомил. Ездит и всегда один. Нахмурился. Ладонью щеку трёт. Эх, Иван, святая ты, простота, отвечает. Живёшь на Кыштымском свежем воздухе. Понятие у тебя патриархальное, а жизнь, она куда мудрёнее и сложнее. Живёт у меня, Стёпка, неделю, вторую, бродит по Кыштыму, рыбачит на Сугамаке. Ходил с моей старухой по ягоды за Ягазу-гору. Но всё одно, что бы ни делал, куда бы ни шёл, а мысли у него далёконько от Кыштыма. Под самый конец отпуска говорит, махнём Иван на рыбалку с ночёвкой. Когда ещё такой случай представится? Взял я у Андрюшки Мыларщикова лодку и поплыли. Из нашего пруда в другой, что у народного дома, там к ближней даче и на плёсах. А из плёса по Канаве в тёмное. Километров, наверное, десять с гаком будет. Навихлялись мы тогда на веслах-то. На тёмном были к вечеру. Быстренько окунишек на уху надёргали. И костёр до самого неба запалили. Стёпке всё это, Люба, улыбается. Люблю наши озёра, Иван, И страшно тебе завидую. Чего мне завидовать? А как же? Захотел, взял лодку и куда хочешь. Можешь у костра загорать, Можешь домой возвращаться. Кто же тебе не велит? Бросай всё и айда в Кыштым. Экий ты, прыткий, кто я? Отрезанную ломоть. Душа вот на озере нежится, А мысли мои, Иван, в другом месте. Обрёк я себя на другую жизнь, И возврата нету. Какая она, эта другая жизнь? Сложная, главным образом. Нужная мне, а, возможно, В большей мере, стране моей. И вот что я хочу тебе сказать, Наверное, мы последний раз сидим так у кострата. По что же? Уезжаю. В Москву меня зовут. Насовсем. Вот так и укатил мой младший брательник На житьё-бытьё в Москву. Письма слал, но шибко-редко. В год считай два-три раза, И то по большим праздникам. И в письмах всего несколько строк. Поздравляю, жив-здоров, Того и тебе желаю. Года четыре назад, Получая от него две открытки, Залюбуешься. Одну мне, другую моей старухе. Приглашает в Москву, Потому как ему шестьдесят годков вот-вот стукнет. На юбилей, значит. Старуха, конечно, руками замахала. Никуда не поедет. Она у меня домоседка. Дальше кослей и тютняр. Нигде не была. Ещё Стёпка сто целковых по почте прислал на дорогу. Я на подъём быстрый раз-два И собрался в путь дорогу. Старуха отговаривала, А я ни в какую. Сёмка провожать пришёл, Сын мой старшой. Оглядел с ног до головы и говорит, Куда же ты, батя, собрался? Давай, чего у тебя? Вид у тебя больно затрапезный. Куры в Москве засмеют. Я ведь во что вырядился? Вышитую косоворотку, штаны-галифе и хромовые сапоги. В пиджак, само собой. По-моему, нормально. Тёмный ты у меня, батя. Кто же теперь так одевается? Галстук нужен, штиблеты, а не сапоги. И всё в этом роде. Иди-ка ты к лешему. Сам знаю, как надо, а как не надо. К брательнику еду я, а не одежонка моя. Пусть принимает, какой есть. Не учёл я, дурная голова, что на Стёпкиных именинах буду не я один. Даже, понимаешь, не предполагал, какая там соберётся публика. Генералы, да ещё учёные, лампасы во, красные, голубые ещё какие-то. А в пиджаках, которые так у них, золотые звёздочки, либо медали. Ну и как они, да-да, верно говоришь, лауреатские. И у Стёпки-то, понимаешь, звезда золотом поблёскивает. И медаль тоже есть. И ведь ни словом, ни полсловом варнак не обмолвился об этом. В письме не написал. Заявился я на Стёпкин праздник. На меня вроде как на дикаря уставились. Не по ошибке ли я тут очутился? Стёпка улыбается, обнял меня за плечи и повёл к гостям. Прошу, говорит, любите жаловать. Это мой единоутробный брательник Иван. Иван Иванович выходит. Живёт на Урале в родном моём Кыштыме. И повалили валом ко мне генералы да учёные. Руку жали, слова хорошие говорили, поздравляли с прибытием и с ювеляром, само собой. Мне старуха в дорогу брусники мочёной к рыночку положила, грибков ядрёненьких, а Гриня Ерошкин окунишек копчёных подкинул, сам коптил. Это он умеет, прокоптит окунька, пальчики оближешь. Вот я всё это и выложил на стол. Так они, понимаешь, к Стёпкиной закуске и не притронулись, а налегли дружно на мою. Охали да ахали, удивлялись. Один в пиджачке со звездой усики у него ещё седенькие, сам такой симпатичный и улыбчивый, так сказал. «Покорил ты меня, Иван Иванович, своей брусникой и окунями. Полмира проехал, но такого не пробовал. Правду говорят. Не ищи добра на чужой стороне. Оглянись, его много и в родном доме». И пображничал же я с именитыми Стёпкиными друзьями, будто во сне приснилось. Чудные они люди. Умные, уши не говорю, но в простой жизни несмышленые. Я им про каштин по-баски сказываю. Они, понимаешь, слушают, а сами улыбаются. Головами покачивают. Вроде бы верят и вроде бы нет. А ведь этих по-басок знаю не через сколько. Только успевай слушать. Славно погостил я у Стёпки. С его женой наконец-то познакомился. Да ничего баба-то на поверку оказалась. А мы со старухой бог знает, что о ней подумали. Знакомиться-то она так и не приехала. Мы же подумали, побрезговала. Да нет, ничего подобного. Тут и Стёпкина вина есть. Две племянницы у меня. Одна замужем и где-то в Прибалтике живет. Так что я ее и не видел. А младшая в институте. Такая бойкая, кореглазая, вся в отца. Мы с ней прямо дружками стали. Стёпка по Москве меня повозил. Вот скажу тебе, где настоящая красотища. Я от удивления и рот не успевал закрывать. Будто я в другой мир заглянул. Будто сказку на его увидел. Но по правде тебе сказать, по каштину соскучился, спас у меня. В гостях хорошо, а в каштине лучше. Домой меня Стёпка отправлял. Тоже, как и мой Сёмка с ног до головы осмотрел. Да и говорит. Слышь, Иван, а вид-то у тебя за трапезной. Словно они с Сёмкой изговорились. Отдал со своего плеча новенький синий костюм, рубашку нейлоновую с галстуком в придачу, да ещё штиблеты. Вырядился я в эту обновку. Глянул на себя в зеркало и удивился. Гляди-ка ты! Совсем я ведь соколом выгляжу. Как же я раньше об этом не подумал. Проводил меня из Москвы честь честью до Казанского вокзала на Волге. Стёпка привёз. Машина-то у него своя личная. Прибыл домой, нарочно в вагоне ещё вырядился в Стёпким костюм. Старуха, как глянула на меня, по-моему, сразу и не признала. Крутила вокруг себя так и эдак, а потом сказала. Испугалась я, Вань, ей-богу. Будто тебя подменили. Будто ты это и не ты. Стёпка и по сей день в Москве обитает. Письма три раза в год шлёт. В Кыштым собирается. Да никак не соберётся. А может и соберётся как-нибудь. Не ахти, сколько дел-то теперь у него. На пенсии всё же. А от Москвы до Челябы два часа лёту на самолёте. Да ещё три часа езды. Видал как? А ты приезжай в Кыштым-то. На сугамак сходим. Уху на костре сварим. Но можно махнуть и на тёмное. Как пожелаешь. Глядишь, и Стёпка надумает. Вот было бы дело. Рассказ про Стёпку. Из книги «Кыштымские были». Автор Михаил Петрович Аножкин. На этом всё. Всего хорошего. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова